Всем здарова! С вами Рез. Вновь мы в сервариуме. Версия 0.46 D0 уже. Посмотрим, что тут новенького. Сегодня мое видео не будет нести какой-то особой смысловой нагрузки. Скорее всего это будет просто обозрение, но тем не менее какая-то аналитика все равно здесь будет. Просто меня подтолкнуло его сделать то, что на канале уже 100 подписчиков и нужно что-то выкладывать периодически. Особого интересного материала сейчас нет, но есть повод. Все равно ввели недавно прицел на карабин Мосина, который называется ПУ-3.5 и я решил с ним поиграть, записал пару боев. Соответственно, стоит посмотреть, мне кажется, как он работает, как стреляется с этой винтовки, как там квикскопы убитые, которые убили, как жалуются некоторые. Ну и все в таком духе. Ну и давайте глянем, что я одел. Во-первых, сам карабин Мосина. У меня их было два, давно-давно уже лежат. И я с ними играл периодически, немножко по-разному прокаченные, но это не суть. Я взял тот, который с уроном плюс 5. Время досылки минус 15, время прицеливания минус 15. Давайте сразу посмотрим, замедление у него 7, у этого карабина. Пробитие материала в 6, шанс кровотечения очень небольшой, минус 15, точнее 15 плюс. Так, ну остальное понятно. И доп. оружием я взял Форд. У меня он стоит первого уровня, хотя в магазине есть уже второго уровня, кто не знает. Я тоже этого не знал до момента, пока не отыграл бои, а потом посмотрел, и оказывается он уже есть второго уровня. Я купил, конечно, чтобы был, даже прокачал. Но в видео, скорее всего, это не войдет. Хотя там, по-моему, один бой был со вторым фортом. Но не важно. Здесь вы на свой выбор берите, что хотите, как обычно. Сет я взял какой? Сет я взял второго уровня Куртка Диверсанта. Соответственно, играл я все бои на втором. Ну, опять же, разницы особой нету. А что дает этот сет? Он дает скорость передвижения. Дает он ее много, потому что от вещей есть 7,5 плюсом. И 4 от самого сета. И в итоге с замедлением от карабина и рюкзака дает скорость 7,09. По рюкзаку я его взял, потому что думал, что замедление он до сих пор не дает. Но оказывается, ему прикрутили 3%, как и другим двум рюкзакам. Это рюкзаку с контейнером и рюкзаку, по-моему, десантника, который дает аптечку. Здесь тоже на свой выбор я бы взял, конечно, лучший рюкзак с контейнером, чтобы не оббегать артефакты, а собирать их, как бы, и они бы приносили какой-то профит в бою, естественно. Так что вот здесь вот это просто я поставил те же шмотки, с какими я играл, чтобы не было путаницы. А так, конечно, вот это немножко лишнее, патронов уйма и так. Ну, в общем, как-то так. Давайте посмотрим в тире, как ведет себя винтовочка. Возможно, так и есть, как говорят некоторые, что квикскоп убит полностью. Я не проверял, вместе с вами сейчас все это глянем. Перейдем в тир. И вот мы здесь. Я смотрю в центр мишени. Для этого я сделал апгрейд своего монитора и налепил туда кусочек изоленты ровно по центру. Потому что, ну, программными вещами такими я не пользуюсь принципиально. Но для эксперимента решил налепить вот так вот, чтобы понимать, где центр экрана. Вот я смотрю сейчас на центр мишени. И давайте посмотрим, как уведет оптику, когда я войду в прицел. Ну, как мы видим, прицел рисует знак бесконечности, такой своеобразный, да? И раньше этого не было. То есть, рисунок определенный, но постоянный. Я бы так это назвал. Теперь посмотрим, как поведет себя прицеливание в момент задержки дыхания. Как видим, прицел остановился, пройдя чуть вниз и влево. И так происходит стабильно всегда. Во всяком случае, на этой винтовке. Теперь перейдем к важному вопросу, это квикскопы. Я буду стрелять максимально квикскопно. И начальное мое положение экрана ровно по центру мишени, чтобы все понимали. Ну, что тут сказать. Вы сами все видите. Пули ложатся куда угодно, только не в центр. И да, там есть три попадания, но скорее это исключение, чем правило. Я потому что стрелял не только для видео, но и еще несколько десятков минут, я бы так это назвал. Чтобы понимать, что тут рандом или, я не знаю, божественный тайминг тебе нужен. Чтобы понимать, когда уже пуля пойдет под прицел именно, а не полетит куда-нибудь еще. Ну и как следствие, пробуем стрелять, чтобы пуля летела по прицелу. И другими словами, выработать тайминг, что ли, этот божественный. Ну и посмотрим вообще, стоит ли это того. Ну что ж, пара попаданий ушло куда-то еще, но основные пошли по центру. И в принципе, я вот лично так и стреляю все время. Мне проще фликнуть уже в прицеле, довестись, чем квикскопнуть, но доводиться от бедра. Я объясню, почему я так думаю. Потому что я понимаю, что проще довестись от бедра еще не в прицеле, но тогда квикскоп может не работать в игре. А тут я делаю как? Я довожусь от бедра наполовину, дальше включаю зум и делаю флик на остаток расстояния и все по коврику, там 5 сантиметров. И попадаю. Ладно, это все лирика. Давайте посмотрим факты по пробитию, например. Как я понимаю, первое пробитие, которое мы будем смотреть, это сталь. Хочу пробить стойку вот этой шахи. К сожалению, мне это не удалось. Ну, наверное, бронебойные патроны должны помочь. Все-таки там было написано сталь. Теперь кирпич, насколько я понимаю. Ну, его она не пробивает совсем. От слова. Следующее препятствие я не знаю, как назвать. Я бы назвал его балун, но такого показателя в игре нету. Но раз бот за ним стоит, то стоит и его проверить. Видимо, это препятствие сильнее кирпича, но точно не слабее. Ну, а теперь деревянный дом. Я сомневаюсь, что Мосина его не пробьет. Да, так и есть. Было бы глупо, если бы она не пробивала кусочек доски. Еще одно препятствие. Я не знаю его классификацию. К сожалению, не знаю полного списка. Но просто посмотрим на практике. Ну, и уазик. Это, наверное, то же самое, что шаха. То есть сталь. Она ее, конечно же, не пробивает. Ну, и теперь все то же самое, только с бронебойными патронами. Думаю, особые комментарии здесь не нужны. Ну, в общем, все логично. Пробивает теперь сталь. То, что не пробивало выше стали, то и не пробивает. И у нас осталось посмотреть вырезку из пары боев, что я сыграл. В общем, ничего там сверхъестественного. Иногда они ваншоты. Часто ваншоты. Быстрый досыл. Очень спасает иногда. Можно вынуть пистолет. Или имы зарешать. В общем, все как обычно, с оптикой. Что удивило и обрадовало. Ну, а потом даже слегка возмутило. Так это то, что все были игроки. Не было ботов. И некоторые даже тешили свое ЧСВ. На первом уровне. Разговаривая про скилл. И все такое. Как обычно, я стараюсь идти вперед с винтовкой. Или хотя бы держать центр карты. Если враги что-то могут. Не люблю сидеть на одном месте и ждать. В общем, другого геймплея вы от меня и не увидите. Как обычно, однообразный геймплей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Много вот таких людей еще до сих пор в игре, которые жмут гашетку подсознательно в стычке. И ничего не могут с этим поделать. При этом не попадают ни пули. Для них игра стала намного сложнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот один из очень немногих моментов, когда Чаус дох от кровотечения. А так я не могу выделить это сильной стороной винтовки Мосин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь мне пришлось сильно биться за арт. Но тем самым я дал шанс своей команде подтянуться и задержал всех врагов в одной точке, многих из которых я убил. Поэтому это очень полезное действие. Никогда не думайте, что один в поле не воет. Ну, справедливости ради стоит сказать, что артефакт тот мы все-таки не унесли, но я сделал все, что мог. В общих чертах по бою могу сказать, что я часто играю с оптикой на векторе, занимая вот эту позицию прострела центра карты и контроль оборот, тем более в таких матчах, где стоит ждать артефакт, и он может появиться у вас прямо под ногами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а по оружию я могу сказать одну простую вещь. Мосинка осталась Мосинкой, ей прикрутили только прицел, что только сделала ее лучше. И, в принципе, оружие лоу-левела работает хорошо на лоу-левеле, даже против олдовых вересков. Ну, тут уж не без головы, конечно, но тем не менее. Ну, и посмотрим второй матч для полноты картины. Те же лица, показывающие скилл на втором. Возможно, я что-то прокомментирую, какие-то моменты. Итак, погнали. Ну и, как видим, уже сразу же пошел экшен. Один из киловиков забежал к нам на респу и крошит наших нубиков. Конечно, я не мог на это спокойно смотреть, мне пришлось за ним последовать, дабы его обезвредить, так скажем. Тут вот не ваншотик. Хотел попасть в голову, но, видимо, попал либо в шею, либо в грудь. Но ничего страшного. А вот это уже посерьезнее. С третьего выстрела килл, это немножко странно. Возможно, Чао прожал аптечку или что-то еще. Приходилось играть аккуратнее, так как слишком наглый соперник попался. Но меня так просто не возьмешь. Услышал шаги, кто-то бежит на радар, кто-то очень стремится к своей любимой норке. Я, конечно, никогда не ленюсь не дать человеку такой возможности. Тут я решил не отдаваться. Против Челос ПП переть с пистолетом ну как-то не имеет смысла. Тем более, что у меня совсем нет аптечек. Просто решил пойти в другую сторону и найти себе новую жертву. Тима баты несет исправно, что не может не радовать. Можно спокойно заниматься отстрелом седунов и прочей нечисти. На самом деле, ППшку разрулить несложно. У нее очень быстрая скорострельность и мало патронов. Поэтому достаточно просто грамотно пострейфиться. Допустим, как здесь, около бочек. И дать ему гвоздя. Не забывая про гранаты, когда нужно остановить шквальный огонь, успокоить, как говорится, и добить. Классный выстрел. Без комментариев. Без рюкзака под артефакт приходится изгаляться и оббегать их. Очень неудобно, конечно. Еще один очень редкий килл с Мосиной. Это убийство кровотечения. Хотя там могла и граната залететь, как по мне. Прикольно, чело замедлило от попадания. Хотя он и так не был быстрым. Лунная гравитация. Снова казнь. Некоторые вообще не понимают, куда попали, как я вижу. Не обращают на меня никакого внимания, даже немножко обидно. Ребята, батареи у меня. Прикройте. Последний натиск. Парни пытаются вытащить наши баты. А я, как примерный игрок Сюрвариума, охраняю базу на последних секундах. И концовка, конечно, очень смешная получилась. Ну а по оружию я в общих чертах все сказал. Остальное вы могли видеть по моментам из боев. Забавно и весело с ним играть, особенно в таких матчах, когда не так уж и легко. В общем, всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok